привет мои хорошие сегодня с вами хочу поделиться своими принципами для того чтобы похудеть и оставаться красивой привлекательной энергичной и здоровой вот этот физкульт уже сколько раз вам показывала мой фитнес клуб в которые хожу хожу я в основном в него из-за вани раньше когда я не была йога тренером и тренером по женским практикам я еще ходила сюда на занятия в результате йога я занимаюсь уже больше 10 лет вот кстати первая составляющая принципа здоровья чтобы оставаться здоровым и одновременно худеть это вообще движение то есть двигаться надо всегда ну вот как говорят 10 тысяч шагов да на самом деле обязательно надо начинать зарядку с утра минимум 20 минут ну или столько сколько можете начинать с 5 минут с 10 минут как получается вот ну или хотя бы какие-то физические упражнения или физические тренировки занятия ну вот я люблю йогу пилатес бодибаланс вот эти вот ну йогу больше всего конечно люблю хотя женские практики вот они вообще тоже классные они физически несложны потому что там сидеть лежать немножечко стоять и дыхание а в любом случае подтягиваются мышцы и уходит вес вот значит первое это движение второе это меньше кушать как не банально чтобы выглядеть молодой красиво вчера получила этому еще одном подтверждение какое-то там научное исследование что чем меньше ты кушаешь тем тем тогда ты моложе выглядишь меньше весишь соответственно более здоровым становишься но мне 49 лет сейчас уже через месяц 50 исполняется иду с физкульта хожу туда достаточно часто это третий пункт обязательно использовать водные процедуры но в идеале это баня парная или душ какие-то физические помывание тела вообще в идеале два раза в день у меня тоже не всегда получается два раза но я стараюсь вот и утром это у меня получается контрастный душ ну на самом деле контрастный душ у меня получается вот прям получается в физкульте потому что там горячая вода холодная и после бани распаренной прям легко получается когда тело распаренная потому что я всегда мерзну поэтому я люблю баню особенно турецкую значит значит физические нагрузки дальше питание меньше есть и и третье это вот водные процедуры ну наверное четвертым пунктом все-таки вот это вот баня потому что это выведение шлаков и чем чаще вы выводите шлаки тем соответственно более здоровыми вы становитесь или остаетесь приобретаете здоровье а как меньше есть меньше есть просто у меня вот получается не знаю как у вас когда вам легче пропустить завтрак или пропустить ужин я вот стараюсь пропускать завтрак или просто водички попить там один-два стакана горячей воды или там чай безо всего кофе вот вообще надо исключить и надо исключить чай тоже можно только травяной или в крайнем случае зеленый и еще исключить сахар это вот наверное четвертый сахар и соль у меня получается то есть я стараюсь ну я не солю вообще блюдо моя семейная семья соль вот но все равно иногда получается там допустим корейскую морковь я люблю когда я покупаю ее она считай соленая так машину пропустим вот и сладкая а так я уже давно избавилась от сахара наверное ой как бы не соврать ну года около двух три три года примерно я уже не ем мясо это еще один путь кстати пятый пункт то есть избавиться от животных продуктов когда ты ешь мертвую плоть соответственно ты тратишь очень много сил энергии на переваривание соответственно тебя меньше остается времени на жизнь вот и вот пять пунктов которые помогут ну мне помогают я думаю что и тебе помогут быть более здоровым более энергичным и стройным худеть то есть я худею всегда всегда наверное лет с 18 то есть я борюсь с лишним весом как только что я там могу поесть лишнего на ночь у меня у меня сразу же вот мне все говорят а вот и что беременная в общем вот так получается не мне конечно судить насколько там молоды я выгляжу в свои почти 50 лет вот мама мама мне сказала вроде моя мама что хорошо выгляжу чуть ли не моложе моих подружек ну конечно сомнения могут быть вот поэтому мне мама может быть субъективным но тем не менее так еще по питанию хотела сказать для того чтобы меньше кушать нужно съедать в день большую тарелку салата из овощей пусть это но без майонеза майонез тоже надо исключить и молочный продукт тоже соответственно все остальное можно есть сладко исключить на заменить финики и вот сироп есть топинамбуры и сироп агава по-моему вот ну я ем финики вместо конфеток вместо шоколадок курагу и сухофрукты сухие яблоки этот чернослив изюм сладкий то есть вот из них можно делать сладости и тоже кушать и это тоже приводит к тому что ты худеешь причем стремительно но если ты будешь отказываться от ужина и перейдешь там на интервальное голодание вот это шестое принцип то есть я стараюсь меня не всегда конечно получается кушать только с 12 до 8 вот до 12 я стараюсь не есть и не пить но иногда выпью стакан горячей воды хотя воды я пью прям мало я пью травяной чай из моей любимой ледяной мяты которые я же выращиваю черенкую сама и продаю вот поэтому такой принцип шесть принципов вам озвучила переходим с вами на здоровое питание а в ближайшее время организую марафон по переходу на здоровое питание если интересно пишите звоните рада буду вам помочь марафон будет естественно бесплатно идти он будет неделю ну и потом мы с вами в чате будем поддерживать друг друга вот я еще раз озвучу эти принципы которым пользуюсь я для того чтобы помочь нам с вами похудеть хотя бы к 8 марта или в 23 февраля все если видео вам было полезное поставьте пожалуйста лайк и оставьте комментарий потому что я понимаю что многие многие будут сейчас возражать но на каждое возражение я уже так живу знаешь чем очень давно и у меня получается быть не стройный на самом деле при весе метр семьдесят семь я вешаю 60 килограмм 59 вот и дочка моя тут недавно убедилась мама это ты столько весишь она весит там пятьдесят шесть что ли я не знаю я вешала пятьдесят девять при высоком таком росте вот все обнимаю всех целую увидимся на моем канале до встречи